Привет, мои дорогие! У нас, кажется, вернулось лето, потому что безумно-безумно жарко сегодня. Не знаю, что так жарко. Я сижу в этом кардигане, видите, вся рукава затянула, мне как-то очень прям жарко. Хотела вам сказать всем моим дорогим новым подписчикам, новым зрителям, потому что я знаю, что у меня есть такие, потому что вы о себе даете знать на инстаграме. Всем огромный привет и огромное-огромное спасибо, что вы на меня подписываетесь, меня смотрите, и мне безумно приятно, что вам нравится мой канал. Ну, так что всем добро пожаловать! И сегодня я хочу вам рассказать о своих таких самых-самых любимчиках декоративной косметики. Я знаю, что еще не конец года, и обычно многие блогеры это делают в конце года, как бы любимая косметика за 2014, 2013, 2015, и 2015 еще не дошли. Но что-то мне захотелось вам сегодня это показать, так что это не будет какой-то отсчет за 2014 год, я просто покажу вам свои самые-самые-самые любимые косметические продукты, которыми я за этот год пользовалась с большим-большим удовольствием, и обязательно каждое из этого я куплю себе еще раз. Я приготовила тут целый поднос, так что не будет о чем вам рассказать. Давайте, наверное, начнем с основы. Давайте я буду такая сегодня оригинальной, покажу вам самую неоригинальную основу, которая существует. Самая неоригинальная основа это от L'Oreal Nude Magic. Что я могу сказать? Обожаю эту основу, я считаю ее классной, она делает именно то, что я люблю, чтобы на лице делала, а я не люблю плотное покрытие, я люблю слабое покрытие, и покрытие такое же, знаете, чтобы только выравнивало тон. Вот эта штука и делает, плюс тут есть SPF 18, в общем, замечательная вещь. Это мой второй флакон, первый флакон я немножко ошиблась со цветом, я его отдала. Это мой цвет, он самый, по-моему, светлый, 100 Percelan. И когда это закончится, я обязательно себе куплю такой новый. Собака моя, сядь уже и не ходи туда-сюда. Сядь, ты будешь мне мешать, сядь. Сейчас я покажу вам свою любимую пудру. А пудра моя самая любимая, и купила ее, если честно, по обзорам одной девушки-блогерши, но не по обзорам на YouTube или что-то. Это вот такая вот пудра от Chanel. Она большая, тут есть очень много. Несмотря на то, что она стоит недешево, тут есть очень много, тут 30 грамм. Для пудры это очень много, я думаю, вы сами это понимаете. Стандартные пудры, они, по-моему, там по 6, по 7, по 5 грамм, но не 30. Тут ее очень много. Она рассыпчатая пудра. И вообще дома, если вы используете дома макияж, когда вы утром красите, я советую пользоваться рассыпчатыми пудрами, а не прессованными, потому что рассыпчатая пудра, если вам нужно матирование, и вам нужна такая вуаль, то рассыпчатая пудра намного лучше для этого действует. У нее все компоненты для более стойкого макияжа, нежели компактная, которая у меня тоже моя любимка. Одна и та же пудра, рассыпчатая, компактная, самые мои любимые пудры. Она не будет вам тоже не давать никакое абсолютно полное покрытие. Она буквально дает такую вуаль, дает такое минимальное матирование и такое холеность. Вот это слово. И дает такую холеность. Замечательная пудра. А, я вам забыла сказать, я сделала чистку косметики, которую я вам покажу в одном из следующих видео, но я вам покажу ее частично, потому что я сначала сделала чистку, а сняла вам видео и потом доделала чистку, поэтому покажу вам только частично, что я выбросила. Но моя косметика очень сократилась, ее стало намного меньше. И поэтому пудра у меня буквально осталась этой метеоритой и такая белая прозрачная. А, знаете, нужна быть такая, чтобы она нестандартная, такая абсолютно белая прозрачная для всего. Вот это все пудры, в принципе, что у меня остались, поэтому это однозначно моя любимка. Я думаю, что она у меня закончится еще через много лет, но когда она закончится, я обязательно себе куплю такую же. Или, может быть, что-то уже другое интересное придумаю. Два моих самых любимых консилера. Итак, вот такой вот консилер от Nars. Как же это называешься? Я не думаю, как ты называешься. А, вот. Radiant Creamy Concealer. Очень-очень его люблю замазывать свои прыщички, которые у меня периодически появляются и появляются и появляются. Самое лучшее средство, ничего лучше этого средства не встречала. Очень его люблю. Единственное, что я немножко лоханулась с цветом. И я купила себе очень светлый цвет, который называется Chantilly. Я, наверное, ошибаюсь, как это правильно произносится. Мне нужен цвет ванильный. Все-таки этот очень светлый цвет. Но под глаза я им не пользуюсь. Под глаза он... Знаете, я вам скажу так. Многие говорят, что он сушит под глаза. Мои под глаза он не сушил. Единственное, что из-за того, что я боюсь, что он будет сушить, то я им пользуюсь под глаза только когда я иду на какую-то свадьбу или какое-то торжество тогда, потому что он очень хорошо маскирует все, что не нужно. Но так я им не пользуюсь. Только пользуюсь именно замазывать разные ненужные штуки на лице. И он просто супер с этим справляется. Просто самый лучший консилер. Когда этот закончится, куплю все-таки мой цвет. С этим пока я немножко так парюсь, как говорится. И мой самый любимый под глаза это от Yves Saint Laurent. Это их тушекля. Ну что могу сказать? Самый любимый. Все про него слышали. Его я люблю. Покупала его уже пару раз. Очень хорошо работает. Сейчас у меня есть этот от L'Oreal. Похоже на это. Но все же я больше этот предпочитаю, потому что этот немного более легкий и кремовый. Все-таки L'Oreal, когда им пользуешься дольше и дольше и дольше, он немножко все-таки сушен. И как-то в нашей влажной погоде вот такой вот сухой консилер, он со временем, если пользоваться на каждой дневной базе, начинается вот что-то начинается чувствовать, что немножко становится сухой под глазами. Ну, в общем, не знаю, как-то с ним я чувствую себя комфортно, но с этим я чувствую себя более комфортно, поэтому я его выбираю. Плюс он у меня уже долгое время, то есть я с ним более знакома, чем с этим. С тем, с L'Oreal, поэтому, да, однозначно мой любимчик. Теперь переходим на брови. Давайте буду очень тоже оригинальна сегодня. Моя любимая штука для бровей, это, конечно, от MAC. MAC Brow Set. У меня в этом непонятно написанном цвете... Бюли. Я никогда не знаю, как это правильно читается, честное слово. В общем, просто цветной гель с такой обыкновенной щеточкой, да. Хотела я попробовать гель от Анастасия, но я не могу подобрать себе цвет, чтобы заказать через интернет, поэтому, наверное, буду продолжать просто пользоваться MAC. Еще, кто любит тени, хочу вам посоветовать. Я тени менее люблю для своих бровей, но когда же я пользуюсь? Вот такая вот замечательная палетка от ELF. Я считаю, что это одна из самых лучших палеток. Я знаю, что есть много разных палеток, но мне кажется, я не знаю, я как-то дорогие не покупала. Это просто замечательная палетка от ELF. Она делает все, что палетка для бровей должна делать. Она просто замечательная. Тут есть и пудра, и цветной гель. Нет, не цветной гель, цветной воск. Цветной воск. В общем, она просто-просто замечательная. И кисточка, которая в ней идет, она замечательная. В общем, эта палетка 3 доллара. Супер-супер-супер. Я когда... Мне как-то не очень хочется пользоваться своим цветным гелем. Я пользуюсь ей. Но, конечно, мой цветной гель от MAC. Это фаворит всех временных народов. Я его уже покупала раз в 4. Или раза в 3. Или 4 или 3 раза я его уже заново покупала. И буду покупать заново. Вот хотела Анастасию попробовать. Но я не знаю, какой цвет себе выбрать. То ли вроде мне подходит для брюнеток. Но вроде он какой-то рыжий. В общем, я так и не поняла, какой цвет покупать. Поэтому на пока я решила отказаться от этой идеи. Если, когда буду за границей, где-то в магазине увижу, то на себе попробую. И тогда, может быть, решусь. Переходим на бронзеры. Самые мои два любимых бронзера. Это вот такой бронзер от Estee Lauder. A Bronze Goodies. Вот он такой вот громадный. Этот бронзер, конечно, на все лицо. Если вы хотите притеплить свое лицо, так это говорится. В общем, замечательная вещь. Я его купила где-то год назад. И я просто... Ну, обожаю его. Очень-очень люблю. А вот эту вот миниатюрку от Too Faced. Это их знаменитый бронзер Chocolate Soleil. Им я делаю скулы. Я его купила, попробовать. Думала, что как бы пользоваться не буду. Но, слушайте, я в него влюбилась. Я вот им пользуюсь. Ну, это все время последнее, что я пользуюсь бронзерами. Я пользуюсь им. Постоянно к нему рука тянется. Он классно пахнет шоколадом. Но не поэтому я выбираю бронзер. Он просто замечательный. Он действительно классно-классно работает на лице. Он классно выделяет скулу. Он классно растушевывается. Его не видно. В общем, не знаю. Он мне нравится больше, чем Benefit. Он мне нравится больше, чем Шанелевский. В общем, он мой самый любимый для скул. Обожаю его. Когда он у меня закончится... Кстати, миниатюрка тут громадная. Тут есть 4 грамма. А у Бобби Браун их румяна в полном размере 4 грамма. Поэтому для миниатюрки это большой размер. Тут, кстати, даже есть зеркальце. Все кладом. В общем, когда у меня это закончится... Или я опять куплю миниатюрку, потому что эту миниатюрку я покупала. Или я куплю полный продукт. Наверное, все-таки я куплю миниатюрку, потому что очень тут хороший объем. Давайте поговорим о румянах. Мои любимые румяна. Самые мои любимые румяна, которыми я всем посоветую. Всех-все-все обожаю. Просто я уже сто раз про них говорила. Я уже неинтересная, по-моему, потому что я про одни и те же продукты говорю. Это вот эти вот от Tarte Exposed. Просто мои самые любимые, которые я как-то уронила, их разбила и потом чинила. Чем их чинила? Спиртом. Замечательные-замечательные румяна. Я их просто обожаю. Просто обожаю. Если они у меня когда-то вообще закончатся, я обязательно такие же куплю. Опять я не оригинальна. Румяна от Sleek, которые называются Zamsch. Номер 921. Тоже очень классные, каждодневные. Я даже не верю, что я вам показываю такие каждодневные румяна, потому что я человек чего-то яркого. Я люблю яркие румяна, яркие помады. Но, как ни странно, эти двое румяна мои самые любимые. В общем, такие бежевые румяна. Просто их обожаю. Третий мой фаворит. Это Shimmer Brick от Bobby Brown. У меня в самом первом номере Rose. Это тоже такие, знаете, румяна, но они уже идут вместе с хайлайтером. Очень классная вещь. Вы отсюда не видите, но у меня уже вот там такая вот обратная пузика. В общем, я не так хорошо пользуюсь. Очень мне нравится. Однозначно, когда этот продукт закончится, будет новый. Хайлайтер. Мой любимый хайлайтер. Вот такая вот миниатюрка от Becca. Вообще, это у меня мини. У меня очень много продуктов в мини. Это миниатюрка. У них обычно такой большой продукт, но это миниатюрки. Тут 15 мл. Вам хватит на очень долго. Вообще, это, как говорится, что иллюминированная база, что вы можете наносить под макияж, сверх макияж. Вы можете иллюминировать себя и на теле, и на лице. В общем, классная штука. Она действительно очень натуральный хайлайтер. Самый натуральный из того, что я пробовала. Я немного хайлайтеров на самом деле пробовала. У меня есть еще несколько, но вот это мой самый любимый. Я постараюсь, когда это закончится, приобрести себе тоже миниатюрку, потому что эта миниатюрка, она действительно для хайлайтера. Ее тут достаточно. Только если вы профессиональный визажист, то вам миниатюрки, конечно, не хватит, но для нормального человека это вполне достаточно. В общем, очень-очень классно. Еще я в Германии сделала. Наверное, качество неплохое. Теперь поговорим про тени. Как ни странно, поговорю с вами про тени, потому что тени, вы знаете, что я не очень люблю, но покажу вам две мои любимые базы для теней. Две мои любимые базы для теней. Одна старенькая, которая у меня уже есть давно, и одна относительно новая, с которой мне недавно прислали посылки по обмену. Посылка по обмену, как называется. В общем, покажу вам старенькую. Значит, старенькая, это моя самая любимая от Too Faced. Это их Shadow Insurance. А я пробовала от Urban Decay, я пробовала от Larac, я пробовала от MAC. Так, ничего мне так не нравилось, как это. Это на мне держит все тени, как прибитые. Вот реально очень хорошо на мне работает. Я ей пользуюсь именно, когда я накладу тени, куда мы куда-то выходим, когда я уже делаю, какой-то там макияж. То есть на каждой дневной базе я ей не пользуюсь. Но для специальных выходов, когда я себе делала макияж, эта штука, ну просто бомбезная. Ну очень мне нравится вот эта база, просто супер обожаю ее. Когда закончится, я себе обязательно приобрету полный продукт. Кстати, хочу вам сказать, что вот это вот что вместе в одном наборе. Там еще была такая база под макияж для всего лица. И еще была ужасная тушь, которую все любят, но я ее вообще не поняла, она мне не понравилась. И вторую базу под тени. Мне прислали вот такую вот от Art Deco, мне Таня с России. Да, с России. Таня с России прислала мне ее. Она такая вот. Она мне так понравилась. Слушайте, я даже не ожидала. Очень она мне понравилась. Вот ее я использую на каждодневной базе. Что я делаю? Я, значит, беру пальчиком, наношу на веко. И когда я наношу румяна на свое лицо, то я люблю, знаете, кистью взять. Я вам покажу. Кистью я беру и закрываю глаза, и также вот так вот на веко немножко наношу. И тогда это более придает холености и свежести вашему лицу, если у вас немножко на веках цвет сочетается с вашим лицом. И вот эта штука, это держит вот немножко эти остатки румянов на веки. Очень-очень долго. В общем, каждодневная классная база. В общем, супер, очень довольна. Прям супер мне понравилась. Тоже сделана в Германии. Интересно. Art Deco ничего никогда у меня не было. Вообще, первый продукт. Ничего с этой косметикой вообще не знакомо. В общем, супер. Просто довольна относительно. Недавно у меня этот продукт, но уже с удовольствием, вот в тот момент, как я получила, с удовольствием пользуюсь. И мы, кстати, про эту посылку, обмен посылки, которую мы делали с Таней. Я с ней познакомилась на инстаграме. Я вам покажу эту посылку немножко попозже, потому что я недавно вам показывала. Мне кажется, посылка за посылкой будет немножко скучно, поэтому подождете пару недель. Следующее и последнее, что я вам покажу, мои любимчики, это, конечно же, помады. И помады, на которые я хочу обратить ваше внимание, это помады от MAC. Как вы видите, мои самые любимые. Ну что ж, поделать. Обожаю я MAC. Считаю, что это замечательные помады. Люблю их матовую коллекцию. Долго она держится. Отличные цвета, весь вкус и цвет. Сейчас у меня, кстати, тоже на губах MAC. Новая моя. Вам про нее еще не рассказывала. Которая называется Serum. Вот такая вот. Она из их увлажняющей серии. В общем, мои губы, она супер увлажняет. Но я знаю, что девочки, у которых очень сухие губы, то она не сильно увлажняет. Но мои она супер увлажняет. В общем, MAC самой хорошей помады для меня. Считаю, что за свое качество, за то, что за цвета, гамму, а за их цену, ну, просто супер. Кстати, я вам обещала сделать видео коллекцию помад. Я как-нибудь сделаю, просто не знаю, как это сделать. Я думаю, может делать сам красные помады, там, не знаю, цветные помады, нюдовые помады. Не знаю, подскажите мне, как вы хотите видеть это видео. Потому что у меня помад относительно много. И в одно видео они все не влезут. Поэтому нужно как-то разделить. Так что давайте, помогайте, как вы хотите это смотреть. Еще одну помаду, на которую хочу обратить внимание, это тоже мне Таня прислала в посылке. Все неправильно-то говорю. В посылке, в обмен посылками эта помада от Dior, которую я сама выбирала. Я ей сказала, которую я хочу. Это из коллекции Dior Addict и номер 578, Dior Kiss. Вау, как же она мне нравится. Слушайте, я просто нереально довольна этой помадой. Я уже и Тане писала, и девчонкам писала, и подружкам рассказывала. Очень мне нравится эта помада. Просто очень классная. На губах так свежо выглядит. Просто, просто тащусь от нее. Вот честно, даже не думала, что от нее так тащиться буду. Очень мне понравилась. Я, когда ее закончу, если я ее закончу, ну, я ее точно закончу, потому что я ее очень много пользуюсь, я ее с собой везде таскаю, а я обязательно куплю себе такую новую. Обязательно. Очень она мне понравилась. Просто замечательная помада. И вот такие были мои фавориты, любимые косметики, чем я люблю пользоваться, что я обязательно себя приобрету заново, что я, не знаю, обожаю. В общем, мои такие фавориты. И хочу вам показать несколько таких не фаворитов, чтобы я советовала вам на это обратить внимание и, не знаю, попробовать на себе перед тем, как вы покупаете. Лично мое мнение, это мы помним, да, что на мне не работает. Итак, первое, что покажу Бобби Браун, это их корректор. Слушайте, я так и не поняла. Я вам уже это, по-моему, показывала. Не знаю, как я работаю с этим корректором. Ничего мне не корректируют. Это раз, никакие ни круги, ни, не знаю, ни прыщики, ничего не маскируют. Я так и не поняла. Все, что я не пользовалась избавилась, это единственная вещь, которую я оставила, в надежде, что меня кто-нибудь научит, как этим пользоваться. Поэтому, если вы знаете, как этим пользоваться, пожалуйста, помогите. Если вы не поможете, это тоже куда-нибудь уйдет, потому что я уже хотела это отдать, но потом подумала, ну нет, попробую еще, но, не знаю, не дружится у меня с ним. Второе, что я вам покажу, что я вам буду показывать в видео о чистке, это база Берр Минералс. У меня есть два оттенка, Light и Fairy Light. Не подружилась с ними, очень жирнит мне кожу с основой, без основы, с базой, без базы, с пудрой, с Mac Fix Plus. Очень жирнит кожу и очень по мне ездит. Просто, очень не понравилось мне это средство. А тут еще много. И я отвезу это маме, потому что у моей мамы кожа совсем другая, не похожая на мою. Она у нее очень-очень сухая. Может быть, ей как пудра это подойдет, не знаю. Кто живет в таком относительно влажном климате, обратите внимание, попробуйте сначала, перед тем, как покупать, мне не подошло вообще. Вообще, в общем, ужасный продукт на мне, хотя знаю, что многие просто тащатся от него. И последнее, что покажу, и вы только не бейте меня, это румяна. Да-дам. Румяна от Nars. Одни румяна от Nars почти новые, я уже отдала. Это был оргазм, который не подходит всем, как все считают. Вторые румяна, это у меня в Син. Не люблю я румяна от Nars. Не нравится мне, как они работают, не нравится, как они лежат, не нравится непонятный золотой переблесток, они делают какие-то полосы. В общем, на мне эти румяны как-то не работают. Бронзер их замечательный, но румяна, не знаю, что-то не идет, поэтому, если у вас есть возможность их сначала на себе попробовать, попробуйте, хотя я знаю, что этот продукт очень многие любят, но вот на мне моя кожа с ним не идет в контакт. Что-то там не химичится вместе. В общем, эти румяна тоже не это самое. С этими я еще как-то с другими, конкретно этот Син, я с другими их как-то чередую, то есть вместе как-то наношу, и они более-менее тот Nars оргазм, он мне только бесил, потому что я не могла, не знала, как им вообще на себя носить, потому что ужасный цвет, девочкам с холодным цветотипом кожи он абсолютно не подходит. Это все ерунда, что он всем подходит, всем он не подходит. Ну что, все, что хотела вам рассказать, я рассказала, все, что хотела вам показать, я показала. Я жду вашей помощи по поводу корректора, что мне с ним делать, куда мне его наносить, как с ним работать. Может быть, кто-то из вас знает. Надеюсь, вам было интересно и может быть, кому-то из вас было полезно. Послушайте, какие мои фавориты. Расскажите мне, какие ваши фавориты, ваши советы. Может быть, вы мне можете посоветовать что-то интересное, потому что скоро я еду за границу. У меня будет возможность можно прикупить много новых интересных штучек и неизвестных минифирм, так что обязательно советуйте в комментариях внизу. На сегодня все, мы увидимся очень скоро, пока! Субтитры создавал DimaTorzok